Народные приметы об осени. Если листья березы начинают желтеть с верхушки, то в следующем году ожидается ранняя весна, если же снизу, то поздняя. Скорый листопад по осени к грядущему наступлению стужи и суровой зиме, если же листья продолжительное время остаются зелеными и не опадают, это к короткой зиме с незначительными морозами. Долгое цветение анютиных глазок, лютиков, маргариток, тысячелистника, клевера означает приход теплой осени. Когда птицы летают низко, это к морозной зиме. Ежели высоко, к теплой. Много паутины в бабье лето прогнозируют солнечную погоду по осени и суровую зиму. Появление инея обещает сухую, ясную, теплую погоду. Если выпавший снег ляжет быстро, то по весне он долго не растает. Обилие рябины в лесу говорит о наступлении дождливой погоды. Если же ягод мало, то осенью будет сухо. Урожай орехов и неурожай грибов к снежной зиме и трескучим морозам. Если поздней осенью появились комары, то ждите теплую погоду зимой. Дождливая погода осенью означает, что весна будет ясной. Если по осени солнечно и ясно, то весной будут идти дожди. Осень короткая, зима долгая. Бывает, что птицы не спешат покидать родные края, а значит похолодание наступит еще не скоро. Если дневной снег тает, то снег, который останется, выпадет ночью. Много снега в начале осени к ранней весне. Когда белки готовятся и гнездо низко, это обещает зимнюю стужу. И наоборот, если высоко, то будет тепло. Низкие тучи к непогоде, а редкие облака к солнечной, но холодной погоде. Когда закат окрашен в желтый, золотой, розовый цвет, то ожидается солнечная погода. Яркие светящиеся звезды обещают благоприятную погоду, а тусклые – дождливую. Низкие массивные кучевые облака предвещают ненастную погоду. Если они высоко, будет ветер. Если с севера дует сильный ветер, то ждите стужу. Южный ветер – к теплому, восточный – к дождям. До тех пор, пока вишня не бросила листья, весь выпадающий снег будет таять. Когда утка сидит на поверхности воды и не собирается улетать, даже если идет дождь, то тепло продержится еще долго. Раннее выпадание снега осенью означает быстрое наступление весны. Улетают гуси – ждите снега. Если по осени муравейники большие, то зима должна быть холодной. Когда пчелы плотно заделывают литок прополиса, это предвещает суровые морозы зимой, а если оставляют его открытыми, то будет тепло. Раз осиновые листья ложатся лицевой стороной вверх, то ожидается суровая зима, а если изнанкой кверху, то теплое. Приметы сентября. Раскаты грома предвещают теплую осеннюю погоду. Восьмое сентября считается началом сбора ягод рябины и калины. Если урожай обильный, то ждите морозов. Четырнадцатое сентября. Первый день бабьего лета. Если погода солнечная, то такое она продержится все бабье лето. Приметы октября. Первый снег выпадает за 40 дней до настоящей зимы. Урожай желудей на дубах обещает теплую погоду зимой и продолжительное лето. Октябрьский гром предсказывает непродолжительную теплую зиму практически без снега. Восьмого октября. Если первый снег лег на мокрую землю, то он останется, а если на сухую, то скоро растает. Кроме того, благоприятная погода в этот день простоит недели. Четырнадцатое октября. Если до этой даты журавли уже улетели, то ожидается раннее наступление зимы, которое будет морозной. Двадцатого октября. Если деревья еще не сбросили всю листву, а снег уже выпал, то он скоро сойдет. Приметы ноября. Если на деревьях образовался иней, будут морозы, появится туман, коттепели. Комары в ноябре предсказывают теплую погоду зимой. Пятое ноября. Если выпала снежная крупа или град, то уже 22 ноября наступит зима. Восьмого ноября. Потепление в этот день обещает зиму с мокрыми оттепелями. Выпадение снега к снегу на Пасху. Двенадцатое ноября. Если в этот день у дома собралось много зениц, то ожидайте надвигающихся холодов. Четырнадцатое ноября. Должны прийти первые морозы. Девятнадцатое ноября. Если в этот день выпал снег, то ожидайте снежную зиму. Двадцать четвертого ноября. Про эту дату в народе говорили. Если в этот день сырость или снег, быть оттепелем до четвертого декабря. Двадцать пятого ноября. Согласно народной примете, если в этот день дождь, то опять же оттепели будут до четвертого декабря. Двадцать девятого ноября. Если в этот день сильный ветер, то метелем и вьюгом до девятнадцатого декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова